Ну что ж, друзья, вот и третий матч, завершающий матч игрового дня в UFL 1 для стадиона Турбостроитель. Да, вообще в юношеской футбольной лиге сегодня в UFL 3. Спартак уступил с Шорзенит. С Шорзенит выиграли со счетом 3-1 в UFL 2. Спартак взял реванг. Здесь надо 1-1 обыгрывать. Пробует идти в лицевую, оттуда разворачивается. Здесь, конечно, плотно у него, можно сказать, на плечах, на ушах, на чем хотите. Ой-ой-ой, а это точка, а это точка. Так у него плотно висел Никита Громов на плечах. А это не важно, потому что отбивают, а добивание. И как здорово Александр Игнатьев все сделал. И как жалко Кирилла Николаева в данной ситуации. По-моему, Кирилл Николаев пробивал шестой номер. Скажем так, кадровый голод, кадровые трудности есть у каждой команды. Ну и сейчас надо смотреть, кому просто это... На кумишу скажется, какой момент Халыгов. Полу шпагат, по-моему, там исполнил. Дернул, возможно, сейчас мышцу. Но сделали. Пошла подача. Здесь здорово Николаев, мяч неудачно отскочил. А так-то было классно. Но здесь Миклин и Миклин нацепляют. И это вторая точка. Это вторая точка Миклину. Ну, не надо было ничего делать вообще. Горбачев, Горбачев делает счет 1-0. Со второй попытки с Шорзенец пенальти забивает. Ну что, молодец, Никита. Горбачев действительно правильно скандирует с трибун. Здесь все правильно сделал. И смотрите, немножко еще подбадривает. Возвращаясь в оборону своих партнеров. Хорошо сейчас на перехвате с Шор. Можно разбегаться вправо-влево из передачи. Халыгов. Халыгов далековато мяч отпустил. На передачу прошла. Николаев, Николаев. А это 2-0. А это 2-0. Николаев забивает. Как Халыгов здорово. Ты передачу сделал. Казалось, уже все, но в лицевой. Но Халыгов извернулся, сделал. Да и Николаев здорово здесь выскочил и пробил под перекладину. Заброс. Здесь борьба. И Резниченко выбивает. Но прямо на соперника. И там Горбачев выпрыгивал просто. Телом лег под этот мяч. Все-таки петербуржцы отбиваются сейчас. Да, у Спартака самый явный момент. Резниченко там сложно, конечно, придумал. С тем, чтобы рукой мяч выкидывать. Фактически. Ну, с другой стороны, а как? Ну, не фиксировать же его одной рукой пробовать. Еще раз смотрим. Здесь мяч взлетел. Вот здесь Резниченко кулаком бы. А он... Здесь есть возможность мяч подхватить. Здорово. Николаев налево. Халыгов не офсайда. Все нормально. Бьет. Но нет. Немножечко не докручивает стопу. 23-й номер с Шора. И мяч идет мимо. Да, Николаев здесь молодец, конечно, передачей. Пошла подача. И... Ой-ой-ой. Снова немножко неуверенно, как будто Резниченко играет. Оказался он вне зоны доступа, скажем так, для мяча. И здесь вот если бы... Ну, вот интересно. Быстрый розыгрыш сейчас. А имел ли он смысл? Ну, посмотрим, как атака завершится. Тогда и сделаем. Выводы неплохо сюда. В центр здесь попытка будет навеса. Но Миклин заблокировал удар. Какой гол! Какой гол! Какой гол! Вот это да! Кто там так с оттяжечкой? Каноненко, что ли, вложился? Каноненко сейчас очень хорошо. Коридорчик-то нашел. Ну и, скажем так, теперь уже последние минуты матча будут явно поинтереснее. В чем сурме показывает-то? Давай, давай мне туда. Но решил немножко по-другому Гавриленко сыграть. Смещается. Здорово. Передача хорошая. Николаев, Николаев. Пятка и не пятка. И сюда Гавриленко. Гавриленко под удар. Нет. Дальше направо. Клименко здесь. Клименко. Клименко удар. И это угловой. Ну да, вот Александр Гнатьев не был у него давно практики игры рукой в этом матче. Да, руками в целом. И вот, в принципе, не самый сильный удар. Но сейчас вынужденно приходится. Пошла на дальнюю Горбачев. Тут плечо. Это не рука, а удар! Какой момент! Еще один угловой. Травмат Стрелков пробивал. Держится за голову Роман Стрелков. Момент хороший получился. Согласитесь, смотрите. Подача на дальнюю. Здесь Горбачев здорово отборолся. Выпрыгнул первый на мяче. Тут здесь вот так вот сообразили на двоих. Удачненько. Клименко. Клименко с мячом. Низа. Николаева. Здесь что? Ой-ой-ой! Николаев как мяч выцепил! И здесь на Гавриленко бы... Нет, не получилось. Мяч в поле. Ну, Редина вперед. Главой исполнение Спартака. Последний шанс. Заброс. Резниченко снова не очень уверена. Передача в центр. Здесь играть. А тут уже даже Игнатьев. Штрафной соперника. Удар. Мимо. И это все. Это победа с Шорзи. Нет над Спартаком. 2-1. Спартак. Прямо сейчас надо смотреть. Остается у них шансы на вторую строчку или нет? А, ну, конечно же, да, Локомотив играет завтра. И если Локомотив выигрывает, то Спартак остается бронзовыми призерами UFL 1. Ну что ж, спасибо большое Краснобелым за эту игру. Было видно, как им тяжело. Было видно, какой-то сложный матч для них. Спасибо.